Итак, значит, линейка есть у зооменю, линейка есть у зооринга, да, лечебная. Ну, так скажем, давайте подождем некоторое время, когда они наладят производство, и больше того, я уверена, что так же, как нас приостановили нашу деятельность в ФЦИ, точно так же, вот в России, да, точно так же, как наших собак не пускают за границу, и кошкам не дают родословно, кошки-то тут при чем, они, там, скажем, зачем на них-то санкции? Я уверена, что все это вернется, потому что такие деньги, которые получают производители зарубежных кормов из России, они найдут хитрый ход, как это дело, все, назад вернусь. Давайте вернемся, мы проговорили про корма, все-таки мы проговорили про все, а про лечебную линейку. Вот я говорила, что в зооменю, я знаю, нет, не почему, есть в этом, в Камре есть лечебные, но там в основном холистик, гепатик и вот урологические, да? У нас, получается, проблемы, какие у нас у нашего животных? Печень, почки, печень, почки, мочевой пузырь, да. И проблемы с пищеварением. Да, да, да. То есть у этих двух линеек эти корма есть? Корма есть, да, лечебные, у остальных не знаю, просто я не могу рекомендовать то, что я не попробовала сама на своих собаках и на себе, извините, но я сегодня, Лена, вас тоже приобщила к поеданию сухого корма. Ребята, пробуйте, пробуйте, вот этот кисловатый, но больше пахнет курицей, и этот хлебушком, но как, он солененький немножко, как-то вот, но опять-таки мы не собаки сами понимаете. Я сегодня приеду домой, обязательно попробую корм. Обязательно пробуйте, да. Марина, мы уже проговорили сейчас, как нам перейти с одного сухого корма безболезненно на другой сухой корм, да, чтобы у собаки не было проблем со здоровьем, а как нам перейти с сухого корма на натуральный корм, для того, чтобы у собак не было проблем? Сложно, сложный вопрос. Есть, конечно, две породы, лабрадор, кокер, три, ребята, еще немецкая, овчарка, вот что. Всеядные, да? Да, у которых этот процесс будет проходить очень просто, но, еще раз, вот мы в прошлых программах, я говорила вам о поджелудочной железе, о ее роли, да, очень осторожно. Сначала средний, вот утром даете сухой корм, вечером даете сухой корм, есть на сушке был все время. Днем начинаете прибавлять овощи, фрукты, ягодки, кусочки мяса, причем обязательно сначала мясо ни в коем случае не проворачивайте через мясорубку, лучше вот так поскоблить вдоль волокон, и вот эта скобленочка такая мягенькая, вот с этого надо начинать постепенно, но за мясо, за мясо, ребята, они мам родной продадут, любые породы, я вас уверяю. Дальше, вот побольше, побольше, сначала начинайте, если это даже каникорса, начинайте, ну так, с небольшой грецкий орех, да, и постепенно, постепенно увеличивая количество, постепенно, и причем обязательно не давайте два продукта сразу в один день, допустим, рыбу и мясо одновременно, или кашу и мясо одновременно, переход на натуральное питание начинает с монопродукта, смотрите 3-4 дня, и дальше уже прибавляйте следующий. То есть, сварили кашу гречневую, допустим, с мясом, помешали, помешали вместе. И 5 дней ее даем, да, именно только корм? Вместе с сухим кормом помешали, туда просто как вкусняшку, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, увеличивая, увеличивая, увеличивая количество, переходя полностью на сухой корм, извините, на натуралку, да, я ошиблась. То есть, очень постепенно поджелудочной железе нужно войти в ритм переваривания натуральных продуктов, и это непросто, это непросто, поэтому для того, чтобы не было дисбаланса, да, пищеварения, чтобы не было, ну, тех самых проблем, о которых мы очень много говорили, вот, лучше это делать постепенно и последовательно, не вводя два продукта одновременно в один день. То есть, лучше всего, наверное, один продукт в неделю, но чтобы не запутаться. Ну да, да, да. Один продукт в неделю. И посмотреть реакцию собаки, покраснела ли мордочка, там, уши у этих лаборадоров внутри краснеют, да, кожа, если она светлая. Наверное, между вот лапок тоже, да. Между лапок, вы знаете, что тут краснота, это другое дело, да, это уже от другого идет. Но вот конкретно морда, губы, да, после пигментации, вот если светлые губы, вот здесь посмотреть, посмотреть уши внутри, вот, и посмотреть кожные покровы, если что, там начинают такие пупырышки образовываться, вот так вот прощутки. А если вдруг такое произошло, что нужно делать, первая помощь? А это мы поговорим с вами в следующий раз. Да, первой помощи мы поговорим в следующий раз. Да, продукт, который мы приготовили, он сколько может храниться для собаки? Один день, лучше каждый день готовить? В холодильнике. Ну, вы знаете, что, вот у меня зять и дочь, они на правильном питании. Вот они варят грудинку, говяжью лопатку, не грудинку, лопатку варят, ставят в холодильник. И вот в этом бульоне без соли она стоит целую неделю. Они достают из этого бульона кусочек мяса, взвешивают 125 грамм. Вот сколько может переварить человек за один раз белка. И вот неделю стоит, и ничего. Главное, что не смешивать кашу с мясом. С кашей будет бродить, наверное. Будет бродить. Бульон, вот по опыту своей зожницы дочки, неделю стоит без проблем. Я на него, честно говоря, смотреть не могу, но тем не менее он стоит без проблем. А каша? Каша лучше раз в 2-3 дня варить. Потому что она вызывает... Да, и держать только, конечно, в холодильнике. И еще не забудьте... Подогревать нужно после, перед тем... Да, подогревать. Если хотите, чтобы собака похудела, давайте как можно более холодную. А если хотите, чтобы нормальное было бы пищеварение, то подогревайте. На подогрев пищи у собаки уходит очень большая энергия. Собака нуждается в горячей пище. Вот это очень важно. Говорили, как в питомниках, да, содержать. Да, для уличных... Вот, поэтому холодный, пожалуйста, пока она согреет эту пищу, она успеет уже похудеть. Марина, а вот если мы говорим о натуральном продукте, о кормлении собаки натуральным продуктом, и говорим о том, что у собаки есть какие-то проблемы со здоровьем, наверняка ряд продуктов нужно... То есть нужно продукты подбирать под конкретную болезнь собаки, да, наверное? Ни в коем случае самим. То есть это нужно обязательно проконсультироваться с ветеринарным врачом, но и тоже не с каждым. Есть такая книга, она называется «Кормление и болезни собак». Ряд авторов, ее напечатал питерское какое-то издательство, я не помню, лет, наверное, 8-10 назад. Вот так. Прямо называется «Болезни, кормление и болезни собак». Вот так. И там прям все диеты даны, какие только для какой болезни предназначены. Ну, допустим, если мы говорим о мочекаменной болезни, значит, что у нас? Отключается говядина, меняется на свинину вареную. Дальше. Небольшое количество риса, морковка вареная. Вот это вот то, что должно быть. То есть мы снимаем белок, либо рыба. Если, допустим, из белковых составляющих, то свинина заменяется рыбой, вареной. Рыба только в филе или можно? С костями можно. С костями. Да, тут не страшно с костями. Да, я вот почему-то все время боюсь давать рыбу, потому что мне кажется, там вот эти мелкие кости, которые могут где-то там... Ну, если, конечно, от леща кость, такая вот кондово-дубовая, которую шить можно кожаные изделия, это, конечно, нет. Но если мы говорим о морской рыбе, а мы предпочтительно даем морскую, речную все-таки не рекомендую, потому что там промежуточной формой гельминтов. А, да, согласна. Морскую рыбу? Морскую рыбу. То есть мы прям сырую или отваренную вареную? Можно обдать кипятком, ну, дать ей возможность отморозиться, да, обдать кипятком. А вот лососьевые головы продаются, суповые наборы? Только выньте жабры, и все в порядке. Можете прям... Прям... Да! И пусть грызет? Да, и пусть грызет, если будет. Вот. Если будет, скажем. Так, мы проговорили про мочекабельную болезнь. Допустим, проблема с пищеварением у собаки. Что рекомендую? Значит, слизистая пища, то есть это должна быть геркулес вареный 40 минут. Ребят, 40 минут. Представляете? То есть это получается слизь. От геркулеса? Да. Вываренный геркулес. Вываренный геркулес. Провернутая говядина через мясорубку, нежирная, постная говядина. Морковка вареная, опять-таки туда. Можно исключить яйца, исключить, допустим, соль. Вот тут вот тоже так же, как и в проблемах мочеполовой сферы. Исключить соль, исключить овощи. Вообще совсем. Кроме моркови вареной. Ну, пюрешку можно немножко. Картошку. Иногда можно белковый омлет. То есть можно раз в неделю белок и плюс там без желтка белок и немножко молока. Да, вот туда и вода. Марина, а как вы относитесь к консервам? К консервам нормально отношусь. Очень давно пользовалась. Бабушкина лукошка, тема. То есть, очень важный момент. То, что можно грудным детям, очень хорошо идет собаку. Ну, это я шутка, конечно, сказала. Детское питание? Да, но щенкам мы обязательно покупаем детское питание тема. Вот щенкам. Ну, мелким породом, естественно. Знаете, на канико темы не нападешься. Большой темы нужен. Большой темы, да. Так вот, к консервам отношусь хорошо. Я сама лично пользовалась, ну, не сама лично, четвероногим гурманом. Консервы. Четыре лапы были консервы. Вот. Было очень хорошо. Ну, там бритовские консервы пробовали. Все замечательно. Нужно в кашу их прям за... Да. Ребят, огромное количество производства консервов у нас в России. Каких только нет. Зайдите куда-нибудь на Вайлдберрис, тот железон. Это не реклама, это просто говорим. И посмотрите, эти консервы отечественных производителей полно. Просто полно. Я думаю, что не так это быстро раскупать будут, как сухой корм. Потому что сухого корма все-таки там два года где-то гарантии, да? Конечно, да. А сейчас же выпускают в патчах консервы. Ну, конечно, железная закатная банка, она и будет стоить. Потому что тот же зоо-гурман очень дорогие консервы. Ну, очень. Такая баночка там 80... Сейчас вообще дорогие консервы. 100 рублей это была, да? Сейчас они... А почему подорожали отечественные корма? Ну, видимо, там какие-то все-таки риски идет, закладывают на оборудование. Не сможет. Но корма, правда, подорожали. Ну, зооринг, он подорожал. Подорожал, да. То есть подорожали все отечественные корма. Очень долго. Мы отдельно даем эту банку или мы смешиваем с кашей? Можно смешивать, сверху положить. Рекомендуют и так, и так. Производители рекомендуют и вместе с сухим кормом, и в том числе отдельно. Сейчас про натуральное говорим. Я к тому, что... Нет, ну, консервы можно покупать. И туда, и туда. И туда, и туда, да. Но если финансы позволяют, потому что, еще раз говорю, ребята, консервы это дорого. Дорого, да, дорого. Сейчас скажу, в фикс-прайсе продается тушенка из курицы. Стоит она где-то 50 рублей банка такая, 325-граммовая. Замечательно. Там мягенькие косточки, которые просто губами ешь. И рубленое куриное мясо. Но это дешевле, чем купить банку консервы дорогую. Вот в этом плане, конечно. Нашим собакам можем также ее... Замечательно. С кашей, чтобы не покупать, допустим, мясо, можем замешать тушенку. Да, когда не хочется возиться с этим мясом, да, то лучше всего. И еще, ребят, очень важно, если уже натуралкой мясом кормите, у вас собака крупная, не забудьте про рубец. Рубец это такая очень вкусная для собак. Вкусная вонючка, да. Когда варишь рубец, выноси всех святых из квартиры. А зачем? Разве нужно варить рубец? Ну, для мелких собак, конечно. А для крупных? А для крупных живьем. Причем, если переваривает, все замечательно. А сколько рубец варится? Ну, он часа 3-4, я варю его. И вот это все озонирует пространство. Но рубец сычужные элементы, ферменты содержат и как бы способствуют налаживанию пищеварения. Вот то, что продается сушеное, вот... Это вкусняшки. Это вкусняшки. Но не забудьте, что для сохранности, для увеличения срока годности, все это вымачивается в формалине. Ну, мы-то едим, икру с вами красную, а там обязательно в каждой банке формалин. Нет, ну, конечно, она есть либо в Владивостоке на развес, может, там формалина и меньше, чем в железной банке. Но, тем не менее, все замечательно. Любим икорочку. Любим икорочку на Новый год. На масленицу. На масленицу с блинами. День рождения. На день рождения. Любим. Марина, спасибо огромное. На здоровье. Дай бог здоровья вашим, собачий бог, да, здоровья вашим собакам. И не бойтесь. Все равно, какой-то корм, ну, не моншток, извините меня, там, роял конин, но не роял конин, там, а карри. Но обязательно корм можно подобрать, и нет проблем кормить собаку натуральным питанием, да. Только что это хлопотно и, так скажем, ну, лениво. Согласна. Марина, спасибо большое. У нас сегодня была великолепная, интересная тема. Я думаю, что нашим зрителям это в данной ситуации просто необходимо, как глоток воздуха практически, потому что мы все любим наших собак, мы все о них заботимся, мы хотим их накормить вкусно, хорошо, правильно, да, чтобы было без вреда для здоровья. Обязательно еще раз мы поговорим про минералов, это следующий раз, да, про то, когда натуралка, какие витаминки, какие минералки отечественного производителя мы будем применять. Еще, знаете, что интересно, это я забыла сказать. Да. То, что Латинская Америка рвется на наш рынок со своими сухими кормами. Дорогу, дорогу. Может быть, это выход для нас. Может и выход, да. Да, вот Марина уже сказала, что следующее видео для вас мы снимем, это ветеринарные препараты, да. Да, импортозамещение. Импортозамещение. Чем мы можем с вами заменить те препараты, к которым мы привыкли? Это и вакцины, да, и обработка. Да, и минералка, и обработка, все. Да. Будем, Лена, что мы будем делать? Мы пробовать. Пробуем есть этот наш короб для наших собачек. Здоровья вашим собакам, и я думаю, что все, мы найдем все выходы, чтобы наши собаки не голодали. Даже себе вообще. Да, конечно. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Лайки ставьте, не забывайте. На курсы, на курсы к нам, да, на курсы. Оставляйте комментарии под видео, если у вас остались какие-то вопросы, либо вы в какой-то теме, у вас осталось непонимание, пишите. Мы, если Марина позволит, еще раз приедем к вам. Да, пожалуйста. И ответим на все ваши вопросы. Пожалуйста, мне так хорошо, когда вы ко мне приехали. А как к нам хорошо, спасибо. Друзья, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!